Добрый день, дорогие коллеги! Тема нашей сегодняшней презентации – это электрическая дуга как опасный производственный фактор. Для человека любое производство представляет собой потенциальную опасность. Однако для работников энергетической промышленности существует еще один опасный фактор, который специфичен именно для этой специальности. Это возникновение электрической дуги. Электрическая дуга, которая возникает при коротком замыкании в мощных электрических цепях, вызывает ряд опасных факторов. Это, во-первых, брызги расплавленного металла. Во-вторых, выделяемые пары меди превышают в 60 тысяч раз плотность паров. В 60 тысяч раз они по объему больше, нежели состояние металла в твердом состоянии. Это и яркое свечение, это и ультрафиолетовое излучение, это и инфракрасное излучение, это и взрыв, сопровождающийся мощным уровнем шума. Поэтому для предупреждения поражения именно вот этим электрическим током и создаются и производятся средства индивидуальной защиты, в том числе комплексные средства защиты головы, глаз лица и органов слуха. В следствии чего же возникает электрическая дуга? Сразу же хотелось тоже сделать на этом акцент. В первую очередь возникновение дуги, короткого замыкания происходит при каких-то ошибочных действиях электротехнического персонала. Ну, в большей степени, конечно же, это связано с человеческим фактором. И как показывает практика, статистика, то, что у нас подвержены именно вот таким воздействием, это уже достаточно опытные работники, которые, ну, зачастую пренебрегают какими-то защитными свойствами, зачастую пренебрегают какими-то условиями по охране труда и так далее. Поэтому, да, действительно, конечно же, проводится ряд мероприятий на предприятиях, на производствах, связанных с аналитической промышленностью. Это и повышение квалификации работника, да, это и какие-то предупреждающие меры в рамках охраны труда. Но все-таки, все-таки, да, конечно, эти комплексные мероприятия, они сводят к минимуму возможности поражения электротоком. Но зачастую последним барьером, конечно же, является у нас применение средств защиты каких-то. Да, и для работников энергетической промышленности, естественно, существуют определенные типовые отраслевые нормы, которые включают в себя комплект термостойки, костюм. Это комплект, в том числе, нижнего белья нательного, тоже термостойкого. Это, естественно, и обувь термостойка на масло-бензостойкой подошве. Это и подшлемники термостойки. И, конечно же, это комплексное средство защиты головы, которое включает в себя, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, термостойкую каску, термостойкий щиток с термостойкой окантовкой, опять же, и термостойкий подшлемник из непрогораемой ткани. И сегодня мы бы хотели поговорить именно об этом комплекте. Плюс к этому комплекту еще добавить несколько дополнительных аксессуаров. которые мы предлагаем в дополнение данному комплекту, чтобы все-таки еще больше минимизировать риск возникновения поражения электрическим током. То есть свести к минимуму какие-то воздействия вредных и опасных факторов. Итак, комплексное средство защиты головы. Термостойкая каска, щиток термостойкий с термостойкой окантовкой, обязательный, и термостойкий подшлемник. В данный момент термостойкий подшлемник выполнен из хлопчатобумажной ткани непрогораемой, выполнен в соответствии со всеми требованиями ГОСТа. И хочу сказать, что вся продукция, даже та, которая у нас не подлежит обязательной сертификации, она сертифицирована, в том числе и подшлемник. Ну, сейчас я здесь у меня с наушниками, я наушники просто-напросто сейчас уберу, потому что наушники не входят в обязательный комплект защиты при термодуге. Итак, термокаска. Начну с того, что все изделия, вся продукция у нас взаимозаменяемая. То есть, существует несколько видов каски, термостойкой каски. Это у нас каска Визион, есть каска Фаворит термостойкая, есть каска Хаммер термостойкая и так далее. В данном случае каска Визион. В чем же преимущество наших комплектов? Могу сразу сказать. В том, что все наши комплекты являются именно навесным оборудованием. То есть, человек, используя при выполнении тех иных работ, может пользоваться по своему выбору тем или иным защитным средством. То есть, если он работает вне зоны каких-то электроприборов, он может использовать только каску. Достаточно легко, сняв экран со щитка, извиняясь, каски, применять только каску. Если же он работает, допустим, в каких-то щитовых установках, естественно, конечно же, идет навеска защитного лицевого экрана. При необходимости это могут быть наушники и, естественно, подшлемы. Итак, термостойкая каска. Наша каска выполняется из термостойкого материала, в данном случае полиамид-66 торговой марки Zytel, и испытано на температуру минус 50 плюс 150 градусов, как и полагается любой термостойкой каске. Более того, наша каска испытывается на повышенной температуре, в том числе на облив расплавленного металла, на брызги расплавленного металла. И, как показали испытания, выдерживает температуру до 1500 градусов. При всем при том, что не имея впоследствии никаких деформаций, прогораний и так далее. Далее, преимущество каски еще состоит в том, что всегда имеется в комплекте с термостойкой каской – это кожаный налобный обтюратор для впитывания пота. Это плавная регулировка с помощью хракповика в размере от 52 до 64 сантиметров наголовного размера. И всегда в комплекте идет подбородочный ремешок, изготовленный из натуральной кожи. Естественно, каска не имеет у нас никаких токопроводящих деталей и выполнена без вентиляционных отверстий. Далее щиток. Щиток представляет собой защитный экран. То есть все щитки КБТ Энерго имеют свойство навески на каску. То есть отдельно щитки не применяются. КБТ Энерго. Несколько видов щитков. Выполненные из таких материалов, как поликарбонат, ацетат, целлюлозы. Есть еще материал, из которого изготовляются щитки. Это пропианат целлюлозы, но на нашем производстве он не применяется. Изготовляется только поликарбонат и ацетат целлюлозы. Ацетат целлюлозы толщина окрана 1,6 мм. Толщина окрана поликарбоната у нас 2 мм. Хотя по требованиям ГОСТа допускается толщина окрана всего лишь 1,4 мм. По техническим характеристикам от механических воздействий. Сразу же скажу, что наши экраны испытаны на механическую прочность. И выдерживают энергетический удар поликарбонат до 15 джоулей. Ацетат целлюлозы до 5,9 джоуля. То есть тоже превышают характеристики требования ГОСТа. Далее. Щитки также испытываются на облив металлом и на повышенное температурное воздействие. В данном случае щитки, так же как и наша каска термостойкая, испытаны на температуру до 1500 градусов. То есть испытание тоже было связано с обливом металла, набрызги металла и так далее. Любой щиток, который применяется при защите от электродуги, должен иметь термостойкую окантовку. Термостойкая окантовка. Плюс все щитки поликарбонатные у нас имеют незапотевающее покрытие. Ацетат целлюлозы сам по себе материал, который уже идет с поверхностью незапотевающей. Что же у нас произошло в разработках в последнее время по данным лицевым щиткам? Да, каска базовая, как бы она у нас осталась, универсальная каска. Нареканий по каске нет. Она применяется практически во всех отраслях. Ввиду своей легкости, своей комфортности, каска практически всех устраивает. Поэтому каска у нас базовая осталась. Но вот щитки у нас претерпели в последнее время некоторые изменения, некоторые доработки. И сейчас я вам покажу преимущества тех щитков, которые у нас сейчас и есть. Поликарбонатный щиток со шкальным размером 1,7. То есть, как я говорил уже, да, что при возникновении электродуги присутствует яркое свечение света, ультрафиолет и инфракрасное излучение. То есть, если мы будем пользоваться простым бесцветным щитком, да, данный щиток защитит от воздействия ультрафиолета, от воздействия механических каких-то осколков и так далее. Но яркое свечение света все равно человек увидит и данную вспышку. Поэтому здесь, конечно же, на выбор мы можем предложить работникам это либо бесцветный экран, либо затемненный экран. Конечно, да, при затемненном экране, при возникновении яркой вспышки человек защитит свои глаза и не будет ослеплен этой вспышкой. Но, опять же, минус этого щитка, если это какие-то затемненные условия, конечно же, работнику будет достаточно непросто работать в таком затемненном щитке. Если щиток используется бесцветный, в комплекте как дополнительные аксессуары мы предлагаем очки затемненного цвета с градационным шифром 525531. Это как вариант. Итак, по щиткам, по доработке щитков. Щиток увеличенного размера. Да, он у нас до сих пор присутствует в производстве, потому что здесь увеличенная область находится. Ну и кому-то данные щитки более приемлемы для работы используются. Но, если вот посмотреть данный щиток, да, конечно, у него есть определенная балансировка. Но, создается повышенная парусность. Если работник работает где-то на открытых каких-то площадках, присутствие, допустим, там ветра и так далее, то есть создает определенную парусность. Это во-первых. Во-вторых, по компактности, естественно, щиток уже не может применяться в каких-то стесненных условиях, в открытом или закрытом состоянии. На сегодня наши конструктора разработали щиток, который называется КБТ «Сфера Энерго-РХ». Этот щиток также достаточно легко крепится на каску и представляет собой экран, легко откидывающийся на поверхность каски, таким образом исключая парусность и таким образом повышая комфортность, мобильность в работе работника какой-то энергетической промышленности. Почему «Сфера»? Потому что за счет «Сферы» мы добились увеличения оптического класса в боковых местах щитка. То есть «Сфера» повторяет у нас «Сферу глаза», и поэтому, если мы смотрим боковым каким-то зрением, у нас уже искажения минимальны, в отличие от цилиндрического щитка. И на сегодня хочу вам сказать, что наши конструктора буквально вот-вот перед съемками данного ролика презентовали еще один экран, который будет идентичен экрану зеленому с градационным шифром 1,7. То есть данный экран тоже имеет градационный шифр 1,7. Это защита 100% от ультрафиолета, это защита от яркого свечения, и это защита от инфракрасного излучения. Более того, данный экран сохраняет цветопередачу всей цветовой ганны. То есть работник видит в естественном изображении все, в отличие от зеленого экрана. Ну и, естественно, пропускная способность световая этого экрана гораздо выше, чем зеленого. Поэтому, скорее всего, мы уже будем рекомендовать данный экран к использованию работников энергетической промышленности. Из дополнительных аксессуаров хотели бы вам предложить такие, как сигнализатор накасочный, типа радиус, либо типа купол. Про очки я вам уже сказал, это при применении с бесцветным защитным экраном. Салфетка. Все мы прекрасно понимаем, что любое производство сопровождается какими-то работами, связанные с грязью, с пылью и так далее. То есть салфетка тоже должна быть необходима у работников какой-то в любой момент, чтобы он мог очистить от каких-то загрязнений свои оптические поверхности. Это наушники. То есть, да, мы прекрасно понимаем и знаем, что есть фактор такой опасный, как присутствие повышенного уровня шума. Ну и хотелось бы остановиться поподробнее на сигнализаторе радиус. На сегодня данный сигнализатор достаточно широко используется работниками в сфере энергетической промышленности и достаточно популярен, так как этот сигнализатор, он не навешивается на корпус каски, не приклеивается и так далее. Он вставляется в подкасочное пространство, причем при всем этом не уменьшая зазора, оптимального безопасного зазора между тканевыми лентами и поверхностью корпуса каски. Данный сигнализатор предназначен для извещения, для оповещения работника о присутствии электромагнитного поля. Издается такой сигнал, если вы слышите. Если такой сигнал присутствует, то он сигнализирует работнику, что все-таки либо находится у нас линия под напряжением, либо это в щитовой неотключено напряжение и так далее. То есть, ну вот, именно вот таким прибором мы можем более максимально исключить вероятность все-таки поражения. Данный прибор работает на расстоянии до 2 метров, то есть работник, он может повестить на расстоянии до 2 метров. Вот. Используется, работает вот обычной стандартной батарейки и так далее. Поэтому, как бы, ну, вещь, я считаю, что на сегодня очень даже востребованная и необходимая. По комплектам, дорогие товарищи, дорогие друзья, у меня на сегодня все. Я понимаю, что, наверное, осталось у вас много вопросов, и если охватывать данную тему, это, конечно, займет очень много времени. Поэтому прошу, задавайте вопросы, пишите письма и так далее. Вот. Ну и совместными усилиями. Да, конечно, пока у нас присутствует производство, человеческий фактор на производстве, пока у нас работают на производстве ни роботы, ни манипуляторы, в любом случае будет присутствовать, да, человеческий фактор и вероятность, конечно же, каких-то вот нехороших, опасных моментов возникновения. Поэтому, да, она будет в любом случае, как бы мы ни старались применять средства защиты, но я считаю, что совместными усилиями с вами, с обратной связью мы все-таки сможем свести данные факторы к абсолютному минимуму. Спасибо вам за внимание, успехов, берегите себя, до свидания. Да, у нас немножко произошла смена обстановки, у нас первый вопрос, Екатерина Калашникова, добрый день, возможно ли применение лицевого щитка с другими касками, с другими касками, ну, не совсем ясно, что у нас спросили, что имели ввиду, либо это другие каски другого производителя, или любые другие каски наши, но по порядку тогда. Естественно, все наши, весь наш модельный ряд касок сделан с универсальными слотами, поэтому все щитки лицевые у нас могут крепиться к любым нашим каскам, в том числе, как бы и не термостойким. Вот, но, что касается касок производителей, других производителей, то, конечно же, мы, как производитель комплектов, производители щитков, не рекомендуем применение с касками других производителей, по той простой причине, что мы не уверены в надежности крепления именно этого щитка, нашего щитка к корпусу каски. Да, мы знаем прекрасно, что есть каски, к которым подходит наш щиток, слоты в такой же, такого же, имеет такой же размерный ряд, но, тем не менее, потому как комплект сам по себе, он испытывается на защиту других как раз в комплекте, то есть каска, щиток и термоподшлемник, вот, и, естественно, имеет сертификат как бы на испытание именно в комплекте, поэтому применение, применение, применение щитков в касках других производителей, ну, мы не рекомендуем. Второй вопрос, Эльвира, здравствуйте, на какое напряжение испытывается каска? Вопрос хороший, в соответствии с ГОСТом, ГОСТ-ЕН 397-й, который гармонизирован у нас с европейским стандартом на каски защитные, на сегодня требования на электроизоляцию не являются основным, то есть требования на электроизоляцию у нас переходят в разряд дополнительных, поэтому как бы производитель не обязан испытывать каску на электроизоляцию, но мы свою каску естественно испытываем, и не только термокаску, то есть обычная каска у нас тоже испытывается на электроизоляцию на 440 вольт, более того, в своих предсертификационных лабораториях мы испытываем каску на 10 кВ, то есть на 10 тысяч вольт, то есть имеем положительные результаты испытаний, но это наша лаборатория, мы можем только вам предоставить информационное письмо о том, что это испытывается в нашей лаборатории, но не на сертификационных испытаниях, а так каска испытывается на электроизоляцию 440 вольт. Вопросов больше нет? Спасибо всем успехов!